Интересно, почему именно в 5 часов утра, в среднем, где улучшение происходит, психическое и нервное? Может это связано с тем, что всю ночь они не могут, ну их мужик, всю ночь не могут уснуть и потом хоть утра истощенные? Наверное из-за этого истощенные нервы. И, кстати, слово Пёдорова это тоже не облюблено, это облюблено один там хороший, добрый человек. В кавычках. Пёдорова это, кто знает, мало кто знает, это не важно. Если встретите её, крикните ей, эй, Пёдорова, да шучу не надо, я против конфликтов, а то всё, да. Сейчас я должен просто рисовать луками на стенах дома, пейзажи, делать город красивым, чудом света, чтобы сюда съезжались туристы, чтобы всё было красиво. Либо сидеть, рисовать молча, и родители подводят своих ребятишек, которые не забыли бы улучшить в семье, они портят мои пейзажи, меня унижают, плюют в меня или в пейзаже. Потом на следующий день они приходят, смотрят, уже меньше плюют. На третий день смотрят просто молча. На четвёртый день разбирают, знаешь, так дерзко, мои мелки и рисуют рядом, типа, рисуют рядом. А я молча рисую, 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 как обычно, а они рисуют рядом тоже, и повторяют за мной движения, сдувая миловую пыль, и они тоже сдувают, хотя у них там нет миловой пыли, не накопилось ещё. А потом они просто ходят и рисуют каждый день, и они становятся добрыми. И они потом, когда какой-нибудь от Мороза подходят, плюют, пейзаж с семечками или ещё чем-нибудь, он этот подходит, который самый от Мороза был, который должен был вырасти маньяком или убийцей, или ещё кем-нибудь в нашем обществе. Он говорит, подбери, видишь, человек рисует, понимаешь, это правда, это те реальности, я рассказываю. Но вы, россияне, не хотите его, вы хотите, вы не хотите, вы не замечаете меня, вам. Ну, я, как бы, генситричен, да, я говорю, сейчас вы не замечаете, с чего бы вам меня не замечать. Я не нужен никому здесь. Да. Но я могу сделать твоего ребёнка не отморозком, а добрым человеком. Я тебе клянусь, просто я буду сидеть и рисовать. Просто ты не можешь мозгами заклонять и сердцем. Нету такой функции, понимаешь, не понимаешь. Но если ты хочешь, чтобы из твоего ребёнка не вырос преступник, который тебя будет отбирать и убивать людей, там, или ещё что-то делать. Пожалуйста, я могу бесплатно, просто ты заплати мне хотя бы за мелки. Я буду рисовать мелками, пейзаж, на тротуаре, на плитке, во дворе или где, под твоим присмотром. Он будет, я уже говорил, уже повторять не буду, что будет происходить. Он будет подходить, там, смирать, фу, какой-то лох рисует что-то, обоссыт мой пейзаж, плюнет в него. Потом, на следующий день, он увидит, что мне пофиг, я рисую рядом, на второй пейзаж. Он уже с меньшей агрессией, на третий день сейчас мне, да скорее вообще, на второй день уже, я первый, он изменится. Я клянусь тебе. А всё, что я буду делать, это просто молча рисовать и излучать вот эту энергию. Обычно про энергию говорят мошенники, но это нечто действительно такое. Но вместо этого, что делают россиянки, они делают полностью противоположное. Я никому здесь не нужен, меня кревещут, меня считают каким-то вообще уродом, маньяком, каким-то плохим человеком, я, как я, я, я. Вместо того, чтобы направить меня на пользу для будущего, для общества, для будущего. Из-за этого, безразличие, я вижу негатив, очень жёстко, несполюбивый. Я даже заснял мое видео, где-то меня докопалось, там, видимо бабки. Я не знаю, чё там произошло, ну, короче. Такую дичь мне несёт, как-то сишка, какая-нибудь, будет ещё за дичь. Я хожу рисовать мяуками, просто мне запрещено всё. Ну, короче, это могила какая-то, это могила для, ну, не могила, это могила для некоторых людей, это, короче, не будем экзоцентричностью попадать. Короче, живите как хотите, пусть, жрать, что здесь, ничего не изменит, ничего не объяснит. Я пытался, что-то по мне, сколько я пережил теперь, живу на этот век, думаю, у меня есть место, может мне нигде не место. Как ты можешь мне доказать обратное? Я вот предложил тебе идею, как сделать это из-за твоего ребёнка отморозка или подростка, или взрослого отморозка, более-менее доброго человека. Это реально работающая, работающая методика. Мне не надо ничего говорить, тебе не надо ничего платить. Просто я рисую спокойно, и они, на них это действует, это практика, проверена практикой. На краю города, где живут, далеко не благополучные семьи. На краю города проверена практика, практикой. Не знаешь, кто, и знаешь, в России, в этой... Никто это не поддержал, ни одна организация, ни одна государственная, ни одна... Ни государственная, никто не поддержал, короче. Просто можете мне не верить, типа, фрейдистико, типа, это по Фрейду, типа, раз, так, ну, если вытер, типа, обманывают, да. Мне пофиг вообще. Да, да, да. Я гид, я Сталин, я не знаю. Я изгои в обществе. Смотрите, вокруг меня много девушек, много подруг, много знакомых, много друзей, смотрите, 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 смотрите. При этом я нос чешу себе, и что, я обманываю, что ли? Никого нет! Никого! Никого нет, никого! Где? у меня полно друзей в доме помогать гостей где никого нет никого нет никого нет никого нет про то что там знать какие-то нос потёр это значит все человек может в глаза не смотреть потому что наутичный застенчивый и будут думать и думали про меня что я вру там потому что я в глаза не мог сказать не не с кем говорить кроме телефона сами делайте выводы если есть кто может строить такое конечно никому не надо это вам выгодно нам видимо на и нормально что вы рождаются отморозками бандитами убивают воруют убивают кого-то калечат избивают отнимают россия а такие как я кто может это исправить вам я реально на практике это на практике но это не не какие-то там выдумки типа шулетом и все такое это просто реально и рисовал 17 лет на краю города и видел как люди меняются подходит мороз как они меняются поведением меняется хочешь верь хочешь можешь меня просто ликвидировать вы же только ликвидировать можете я александр алёнин художник точнее уже не художник я считаю что моих детей на рисунке уничтожили тысяч тринадцатом году считаешь драматизм смесь